12-ю годовщину со дня кончины святейшего патриарха московского Исия Руси Алексея II в духовно-просветительском центре Купель на патриаршем подворье храм Иерусалимской иконы Божьей Матери за Покровской заставой в Москве прошел вечер памяти приз напоминаемого 15-го предстоятеля в 18 лет возглавлявшего русскую православную церковь и подчившего 5 декабря 2008 года своей резиденции близ поселка Переделкино, рассказывает Эльвира Гордеева. Этой традиции уже 5 лет. С 2015 года на патриаршем подворье храма Иерусалимской иконы Божьей Матери за Покровской заставой ежегодно в день блаженной кончины святейшего патриарха Алексея II проходит музыкальный вечер памяти. Особые отношения связывали отошедшего ко Господу патриарха Алексея и игумению Крестово-Зрешинского Иерусалимского монастыря Матушку Екатерину, назначенную его святейшеством возрождать эту святую обитель в 2001 году. Мне Господь судил почти от первого дня до последнего дня его жизни в сане патриарха Московского и всей Руси быть рядом с ним. Для меня это была удивительная школа и вместе с тем необыкновенная радость. Потому что так как умел учить нас святейший патриарх, есть ли еще такие учителя с такой любовью, с такой добротой, с такой отзывчивостью. С чувством глубокой любви и светлой грусти вспоминает матушка Екатерина годы по великой милости Божьей, проведенной рядом с патриархом Алексеем и образ этого доброго, простого и мудрого пастыря, ставший для нее и всех сестер обители по-настоящему близким и родным. Несмотря на то, что уже 12 лет с нами нет святейшего патриарха, вот сердце наше горит любовью к нему, и оно не остывает. Он любил практически всех. Каждый от него что-то получал, проявлял он всегда какую-то заботу о них. Студентам помогал денежкой, многодетным тоже помогал, кому приобрести квартиры, кому помогал. А вот мы в монастыре, когда уже он меня поставил настоятельницей, рядом с нами детский реабилитационный центр, и вот родители писали патриарху просьбы свои, кому деткам необходимо протезирование было, кому-то нужна была детская коляска инвалидная, кому-то просто нужно было доброе слово. Музыкальные вечера памяти патриарха Алексея здесь всегда проходят при полном зале. В этом году из-за пандемии число гостей встречи пришлось ограничить. В программе приняли участие камерный хор «Воскресенье» под руководством Анастасии Сидяковой, хор регенско-певческих курсов при Крестовоздвиженском и Иерусалимском женском монастыре и струнный квартет. По промыслу Божьему, день 5 декабря для этой святой обители вместил сразу два события – день кончины патриарха Алексея II и день рождения игумени, матушки Екатерины. Много и благая лето ей.